Доброе утро! Наша программа продолжается. Сейчас речь пойдет о ярмарке. Ведь это замечательное место не только славится тем, что можно приобрести какие-нибудь замечательные вещи, но и тем, что это праздник. Праздник, где можно поучаствовать в мастер-классах, праздник, где можно посмотреть на выступления артистов. Именно такая многогранная ярмарка пройдет в городе Ирбит с 22 по 24 августа. И сегодня об особенностях этой ярмарки узнаем у организатора и главы муниципального образования Геннадия Агафонова. Доброе утро! Доброе утро! Геннадий, праздник, действительно, праздник. Ярмарка проходит не первый год уже. Возрожденная ярмарка. Возрожденная, да. Много-много десятков лет была. С каждым годом она меняется. В этом году какой она будет? Да, ярмарка была возрождена в 2003 году. В первой ярмарке было представлено порядка 100 предприятий, 8 регионов нашей страны. По итогам прошлой ярмарки, 2013 года, уже более 400 предприятий и 21 регион нашей России и ближнего зарубежья. Я вот, к сожалению, ни разу не был на Ирбитской ярмарке. Скажите, на что она похожа? Она похожа на выставку, на ВДНХ, на базар большой. Что это такое? Фестиваль. Это все. Это и выставка, это и фестиваль, это и показ творческих коллективов наших, это и возможность приехать, поучаствовать в разных шоу интерактивных. Вот в этом году особенно это будет представлено. Поэтому говорить о ярмарке надо ее просто видеть. Поэтому важно приехать на эту ярмарку. Только отечественные производители, артисты участвуют или кто-то приезжает? Конечно, приезжать. Я уже сказал, что 21 регион России представлены и ближнего зарубежья. Ну, Россия имеет. А ближний зарубежный. Конечно, мы уделяем особое внимание нашим товаропроизведителям местным. Мы же знаем, наш прославленный Ирбитский молокозавод. Вот, кстати, ярмарка, это в основном сельскохозяйственная ярмарка, либо промышленность? Не только. Не только. То есть вот разные ярмарки проходили. У нас же торговля от посадочного материала до валенок зимних продаются. То есть и техника представлена была на ярмарках. Когда мы проводили на двух площадках, то есть на одной площадке техника выставлялась, на другой площадке товары народного потребления, продукции. Ремесла и творчества. Ремесла, творчества. Это все представлено. На этой Ирбитской ярмарке также будет ремесла. Мы уделяем особое внимание нашим ремесленникам. Вы упомянули Ирбитский молокозавод, а я вот помню еще Ирбитский мотозавод. Каким-то образом вот этот ваш бренд будет в ярмарке участвовать? Конечно. Вот город Ирбит, это же мотостолица нашей России. Ирбит без мотоцикла это не город. Вот. Поэтому будет на этой ярмарке представлено арт-шоу, мотоциклетное шоу, мотозмея и рыцарский турнир. Ну это что? Это какие-то трюки на мотоциклах? Либо что это? Мы хотим установить рекорд, самая длинная сцепка из мотоциклов. То есть это в свое время на мотозаводе мотоциклы таскались за трактором. Сцепка была там 10-12 мотоциклов, даже больше. В этом году мы хотим поставить такой рекорд. Книга рекордов Гиннесса, она еще такого не видела. Поэтому надеюсь, что рекорд мы поставим. Это так же за трактором, либо один мотоцикл тащить? Нет. И был такой трицикл в свое время, созданный на Ирбитском мотоцикле. За этим трициклом сегодня в одной сцепке самое большое количество, которое может утянуть этот трицикл. Посмотрим, сколько будет. Ну удивительно, то что собираетесь рекорд Гиннессовский, это здорово. А еще у нас есть информация испытания рысьих лошадей. Что это за лошадь? Они только рысьи умеют бегать, что ли? Ну вот традиционная ярмарка Ирбитская сопровождалась показом лошадей. Поэтому Ирбитская ярмарка в этом плане от своих традиций не отходит. Какие-то какие-то определенные лошади, рысьи лошади, это же перворастующее. У нас же уникальный сегодня ипподром, длина 1600. В Вербите и ипподром существует. Да, в Ирбите существует ипподром, и поэтому будет представлено 8 забегов, 8 номинаций. И по возрастам будут представлены лошади. И будут призы. Приз главы города и приз Ирбитской ярмарки, один из призов. Ну давайте, если о забегах уже начали. Да, про традиционные поросячьи бега, мне интересно. Проводятся они на Ирбитской ярмарке. Вообще эта традиция у нас пошла еще с Ивана Грозного, да, которому после забега лучшего поросенка готовили. Скажите, что ждет поросенка победить? Ну, я скажу вам, что поросенка хорошее будущее, то есть никто его на стол подавать не будет. Да, и поэтому здесь это интересное шоу, которое надо посмотреть. Я думаю, что удовольствие мы получим все. Геннадий Агафонов, глава муниципального образования города Ирбит. Сегодня мы с ним говорим об Ирбитской ярмарке. Когда состоится? Когда нужно приезжать, чтобы не пропустить самого главного? Можно ли где-то остановиться в Ирбите, либо это такой маршрут выходного дня? Ярмарка начинает работу с 22 августа по 24 августа. Приехать можно в любой день. Конечно, все дни насыщенно, очень интересно. Шоу, которое мы планируем, это выходной день воскресенья. Те, кто любят театр, те, кто любят такие шоу интерактивные, квесты, это все можно будет в рамках Ирбитской ярмарки посмотреть. Я вам еще не сказал, в прошлом году мы же установили памятник Екатерине II, которая особая преференция дала городу Ирбиту, и поэтому к 400 лет ее дома романов мы поставили вот этот памятник в прошлом году. Единственная в России. Ну, будем надеяться, что год от года, и этот год не станет исключением, будет у вас все более многолюдной и многолюдной ярмарка в Ирбите, чтобы погода не подвела, потому что в этом году, конечно, погода еще та. Геннадий Агафонов, глава муниципального образования города Ирбит, с рекламой ярмарки Ирбитской, которая проводится с 22 по 24 августа. Ну, от рекламы Ирбитской перейдем к другой рекламе, после вернемся в студию, подведем итоги.